Вот меня многие спрашивают, зрители моего канала, вот у тебя такой возраст, а у тебя нету девушки, была ли она, расскажи поподробнее про всё, про свою жизнь. Мне не хочется возвращаться к тому, что у меня было до этого. Я хотел бы поговорить вот на какую тему. Почему я до сих пор один? Ну, во-первых, потому что я просто не нашёл ещё того человека, с которым я могу прожить всю оставшуюся жизнь. А я мечтаю именно о таком браке, чтобы с одним человеком прожить всю оставшуюся жизнь. Не размениваться направо и налево. Это знаете как? Когда ты ездишь на машине, и ты говоришь, какая красивая машина, она тебе так нравится, и ты души в ней не чаешь, восторг от этой машины. Но сам в тихоря ещё ездишь на каких-то двух других третях, и про них говоришь то же самое. Поэтому я всё-таки хочу найти себе такого человека, с которым я буду по жизни и до конца. Просто многие люди, расходящиеся в браках, немножко неправильно представляют себе семейную жизнь, и неправильно представляют себе слово замужество и брак. Итак, начнём с того, что слово замужество, оно подразумевает, как бы несёт в себе ответ. Замужество, то есть ты замужем, ты как со стеной. Слово брак, я уже говорил, я не люблю. Я больше предпочитаю слово союз. Соитие двух противоположностей. Так вот, многие встречающиеся люди, которые строят семейные отношения, они очень с этим делом торопятся. Они представляют себе семейную жизнь в неких таких фиолетовых тонах и в розовых очках. Для них кажется, что это всё легко, всё это хорошо, всё белое и пушисто. Это медовый месяц где-нибудь там, на каких-нибудь Сейшелых, Карибах, Гавайях и так далее. А на самом деле, получается, всё по-другому. Существует такое понятие, как страсть. Только у каждых людей эта страсть заканчивается в разные периоды. То есть она не идёт какое-то определённое количество времени. А у кого-то страсть длится сутки, у кого-то год, у кого-то и пять лет. Так вот, существует между людьми, происходит как бы искра, страсть. И поначалу у них всё хорошо. У них там сплошной, можно так сказать, медовый месяц. Они там вместе ходят, обнимаются, всё вместе, рука за руку, да, вместе готовят, вместе кушают, вместе спят, вместе даже душ принимают. Всё вот это вместе. И им кажется, что вот это семейные идеи, и вот всё хорошо. Они друг другу говорят какие-то приятности, объясняются в любви, строят отношения. Идут и делают запись актов гражданской собственности. В собственности у них появляются дети. И через какое-то время проходит момент, когда страсть прошла. Это может быть в любой момент. Это может быть через год, через семь лет. И вы понимаете прекрасно, что человек, который с тобой рядом, он уже не такой, каким был несколько лет назад. Это уже не тот человек, которому ты хочешь говорить приятности. И ты понимаешь, что данный человек тебя просто раздражает. Ты терпеть его не можешь, ты не можешь с ним рядом находиться, потому что все его поступки, все его действия, все его какие-то движения тебя просто раздражают. Ты не хочешь рядом находиться с этим человеком, ты не хочешь спать с ним в одной постели. И тогда люди начинают себе представлять, а что сделать, чтобы этот брак укрепить, что сделать такого, чтобы как-то поменять отношения с данным человеком. Я вам скажу так. Если у одного из вас страсть прошла, и противоположный пол тебя раздражает, здесь уже ничего не сделаешь. Брак удержать невозможно. Удерживать брак только детьми, если они таковые есть, это неправильно. Потому что вы будете всю жизнь себя корить, вы будете все время про себя думать, что вот я свою жизнь, я проживаю только из-за детей. Не нужно. Дети, когда вырастут, дети вам спасибо не скажут. А тем более, когда дети достигнут подросткового, зрелого возраста, и спросят, почему вы жили вместе в ссорах, и вы скажете в попыхах, сгоряча ребенку, что мы жили только ради тебя. Ну, знаете, когда скандалы происходят, и, например, мама говорит своему сыну, что я там только из-за тебя, это ты во всем виноват, это я из-за тебя всю жизнь жила с твоим отцом, которого я терпеть не могу, только потому, чтобы тебя не травмировать. И представляете, какая травматика для ребенка. Он теперь будет понимать, что всю жизнь мама с папой жили плохо, потому что из-за него он во всем виноват. Он зачинщик этого всего. Не нужно так делать. Если вы не сошлись характерами, пропала вот эта вот искра, пропала вот эта страсть, просто разбегайтесь на все четыре стороны. Воспитывайте ребенка поровну, никто не запрещает. А тем более, если у вас нет детей, и вас вообще ничего не держат, просто расходитесь сразу, моментально. Не нужно пытаться удерживать отношения, незачем. Если человек вас не любит, он вас не полюбит никогда, потому что страсть прошла. Либо он вас изначально не любил никогда, и это только ваши были представления о этой любви. То есть вы сквозь розовые очки видели, и вам казалось, что он вас любит. А на самом деле человек вас никогда не любил, он просто играл вами, манипулировал вами. А вам так казалось. Большинство случаев, когда люди приходят к психологу, например, и говорят, что я его люблю, но он меня ведь тоже любит. Но это с вашей точки зрения, он вас любит. А я, например, как специалист, я вижу, что он вас не любит. А он вами просто манипулирует, вами играет, для того, чтобы ему сделать какие-то свои, то есть какую-то выгоду получить. Например, или это жилье, или это может быть какие-то денежные моменты, допустим, если в сфере бизнеса, или еще что-то. Ну какая-то выгода. Просто очень больно обманываться, самообман так называемый. То есть вы сами в себе пытаетесь внушить, что человек вас любит, зная, что он вас не любит. Правильно? И потом уже, когда вы понимаете, что это самообман, и что человек вас никогда не любил, еще больнее. Лучше сразу разорвать такие отношения. Они не нужны. Они не нужны. Все. Вот. Кончились отношения, и до свидания. Почему распадаются браки? Не только потому, что проходит страсть, но еще и по некоторым другим моментам. Допустим, бывает такая ситуация, что вот я знаю лично пример, когда отец, которому 40 лет, он воспитывает своих детей. Они живут где-то в сельском поселении. У него трое детей. И от него ушла жена. Жена у него ушла к другому человеку. И он очень долго пытался выяснить, почему так произошло. Он говорит, у нас же дети, что нам с этого? Вот. И тогда нужно было понять, почему это. Потому что у нее, у его жены также вспыхнула страсть с человеком, которого она нашла. Вот она его увидела, он увидел ее, у них вспыхнула страсть. Все. Она забыла про все, что у нее есть. Забыла про детей, забыла про мужа. Сейчас она строит свои отношения только с этим человеком. Но я всегда говорю, ребята, не забывайте, что в следующих отношениях страсть также пройдет. Страсть также пройдет. И неизвестно, сколько там продлятся эти отношения. И где вероятность того, что человек обратно к вам не вернет. Почему многие люди обратно возвращаются с просьбами прощения, извини, не извини, пожалуйста, я была дурой. Потому что страсть прошла, человек понял, что деваться больше некому, другой страсти нету, и она решила возвратиться туда, где были прежние отношения. Понимаете как? Поэтому не нужно себя обнадеживать. Там пройдет все то же самое, и человек вам вернется. Но принимать его обратно в семью или нет, это уже вам решать. Прощать или нет, вы знаете, каждый решает сам для себя. Если вы сильно любите этого человека, и если вы хотите самообманываться, прощайте. Может быть действительно произойдет так, что человек изменится, и у человека будет к вам другой отношение. Но может быть и наоборот. Я, например, по личному примеру знаю, что сколько бы человек ни обещал, бесполезно. Но в моих случаях это был женский пол. Чаще всего изменником был женский пол. Не мужской, женский. Поэтому вот так. Может быть, конечно, бывают случаи, когда меняются. Но вообще для того, чтобы понять, что такое измена, нужно дать понятие определению, что такое измена. Да, и считать измену предательством. Можно ли считать измену предательством? Для того, чтобы сопоставить, что такое измена и что такое предательство, ну, грубо говоря, давайте их определим. Ну, поставим измена x, предательство y. x и y равны 3. Ну, например, ну, просто вы взяли, вы выдумали выражение какое-то арифметическое. x умноженное на y равное 3, к примеру. Ну, кому-то понравится, кому-то не понравится. Но поскольку у нас стоят такие инициалы, ну, логотипа как x и y, потому что мы не знаем название, мы не можем определить, что такое измена. Так вот, для того, чтобы попытаться дать понятие определения измены, мы должны понять, что такое измена. Измена – это когда человек уже тебе изменил, или когда человек только хочет тебе изменить, или человек думает о том, с кем он хочет тебе изменить. И вот пока ты этих всех параметров не знаешь, то ты не можешь понять, что такое предательство. Поэтому предательству можно дать другой вариант. Предательство – это то, когда человек поступил не так, как тебе хотелось. То есть не так, как ты себе ожидал, и не так, как ты представлял себе сквозь розовые очки. И, следовательно, вырисовывается вопрос, а что, человек должен был поступить так, как тебе этого хотелось? Всё. Ответ очевиден. Это было твоё желание, это было твоё хотение, и это ты смотрел на мир сквозь свои очки. А человек, может быть, всю жизнь искусно притворялся и был другим человеком абсолютно, но ты не хотел этого видеть. Большинство людей так и происходит. Человек просто не хочет видеть реального обличия человека. Видно прекрасно, что человек себя ведёт по-другому. Видно, что человек лжёт. Но просто любящий человек не хочет этого замечать, и ему кажется, что со временем мы приживёмся, мы притрёмся друг к другу, и будет всё хорошо. Нет, ребята, такого не будет. Пока вы не начнёте друг друга чувствовать, пока вы не начнёте друг друга понимать, пока вы не найдёте себе точно такого же человека, как вы, пока вы не пройдёте с этим молодым человеком всё, только тогда. А пока вот так, извините, будет вот так. Просто, ребята, мой вам совет, не самообманывайтесь никогда. Но если есть у вас попытка, если вы понимаете, что есть попытка наладить отношения, и вы понимаете, что человек с другой стороны хочет наладить эти отношения, это только вам решать. Но тогда вы уже сами несёте за себя ответственность, и уже нет смысла кому-то обращаться. Просто когда люди приходят за советом, понятно, ты можешь дать совет, но ты не можешь за этого человека решить его действия. Что тебе делать? Я могу тебе сказать, пойди, сделай вот так-то, но тебе уже решать. Сделать именно так, как я тебе сказал, или поступить как-то по-своему. Поэтому вот так. Поэтому я не хочу вспоминать свои прошлые все отношения. Я поступил так, как я считал нужным. Возвращаться я к этому не хочу. Поэтому, если кому-то интересно, можете посмотреть в предыдущих эфирах, влогах. Где-то, может быть, я про это рассказывал. Но больше к этому я возвращаться не хочу. Что было, как говорится, то было. Надеюсь в дальнейшем только на хорошее. Всё. Найти того человека, с которым я достойно проведу свою жизнь. Но опять-таки, если таково будет, и если будет, соответственно, воля судьбы на это. Не мне это решать. Так что вот так. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Вам было приятно со мной смотреть это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok